Алексей, рады приветствовать. Приветствуем, Алексей. Да, доброго вечера. Алексей, ну сразу вопрос напрашивается. Почему сейчас? И связано ли это с предстоящим... О боже, как же это так назвать, чтобы всем сразу стало понятно? Шабашем. Да, так, этот фарс, псевдовыборы президента Российской Федерации. Ну, конечно, да, это проходит на неделе электорального мероприятия. Именно так мы это называем выбором, и это не является никакой мере. Ну, они призывали граждан к досрочному голосованию. Вот мы, как ответственные граждане России, решили досрочно проголосовать. И наш голос следующий. Путин должен быть отставлен, Путин должен быть осужден, российские войска должны покинуть территорию Украины. И вот, собственно, мы своим голосованием... Вот у меня за спиной есть инструмент для голосования. Озвучиваем свою политическую позицию. Ее должны услышать сегодня и в Москве, и в Курске, и в Белгороде, но и в западных столицах, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Потому что мы всех призываем не признавать Путина легитимным президентом после этих выборов. И этот призыв прежде всего обращен как раз таки к странам западным. Алексей, знаете, ну да, Вашу позицию слышат на самом деле. И вот, знаете, сегодня на протяжении всего прямого эфира мы общаемся с нашими экспертами, говорим о том, что происходит, как это повлияет и так далее. У Вас, как у человека, который глубоко в теме, хотим спросить, какова ситуация сейчас непосредственно в Курской и Белгородской областях? В частности, интересует населенный пункт Теткина Курской области. Он полностью перешел под контроль добровольцев, это стало известно днем. После этого информация от российских пропагандистов совершенно противоположна. Одним словом, что происходит сейчас в эти минуты? Значит, ну, силы российских добровольцев, напомню, работают целых три подразделения. Это Легион Свобода России, РДК и Сибирский батальон. Все наши отряды по-прежнему находятся на территории России. Значит, мы наносим удары по путинским вооруженным силам, по военным объектам, по скоплениям личного состава. Наносим, отходим, прячемся. Это такая быстрая маневренная война. Очень сложно, на самом деле, говорить, что какой-то населенный пункт под нашим контролем, потому что именно мы не остаемся на одном месте, мы постоянно маневрируем, чтобы по нам не могли нанести сконцентрированный удар. Другое дело, что и под контролем российских властей этот населенный пункт, ну, не только это, там многие пункты приграничные не находят, там российская армия и так называемые правоохранительные органы, они, во-первых, покинули эти приграничные населенные пункты. А, Алексей, а правда, что первыми как раз российские менты сбежали? Все так, конечно. Они же привыкли, что делать? Они привыкли либо коррупцией заниматься, либо с беззащитными старушками и студентами бороться. А когда люди с оружием в руках заходят, то менты сразу нет, у нас там дела в глубине области. Вот армия, конечно, вступила в бой, отступив на определенные позиции, путинская армия, ну, военные на то и военные, а к ментам в этом отношении вообще никакого уважения. Да и к армии к этой тоже, потому что, знаете, они уже даже сегодня успели проявить себя в лучших, так сказать, в кавычках тоже традициях. То есть они думают, что мы, например, находимся на какой-то улице этого тетки, и начинают туда стрелять из всех видов оружия. Нас уже там давно нет, но под удар попадают, значит, жилые дома. То есть так же, как они себя ведут на территории Украины, не считаясь, значит, с разрушениями и потерями гражданского населения, точно так же путинская армия себя ведет и на территории России. Поэтому, ну, это вызывает только желание еще быстрее покончить с этим режимом, потому что, ну, это ненормально, то, как Путин построил жизнь в стране. Алексей, что бы вы могли ответить представителям так называемого Министерства обороны Российской Федерации, Национальной Гвардии, которые уже во всеуслышание заявляют, что все силы Легиона Свободы России, РДК разбиты, все нормально, ситуация под контролем. Одним словом, проясните, пожалуйста, нашим зрителям, нашей аудитории, какая объективная ситуация? Объективная ситуация, что все зашедшие на территорию России по-прежнему находятся там. Наша специальная освободительная операция продолжается. Наше участие в выборах продолжается. Напомню, что дни голосования – это 15-17 марта. Сегодня еще у нас только начало, ну, такая середина недели, выборы в конце недели, выборы в кавычках. Поэтому, на самом деле, все увлекательные электоральные аттракционы еще впереди. Алексей, а с местными жителями уже пересекались каким-то образом? Фактически нет. Местные жители ведут себя максимально правильно в этой ситуации. Они прячутся в подвалы, в убежища, в погреба и правильно делают. Собственно, наше общение все примерно в этом ключе происходит. Прячьтесь. Поэтому тут не приходится говорить о том, что есть какой-то контакт с местным населением. Но, понимаете, это война. Это Путин начал войну. Ну, она пришла сначала в украинские города, теперь она пришла в российские города. За это жители Курской области, Лилгородской области могут сказать спасибо только Владимиру Путину. Не будет Путина, не будет войны. Вот мы, собственно, над этим и работаем. Но, понимаете, не разбив яйца, не делаешь яичник. Ну, а с другой стороны, они могут сохранить свои жизни и здоровье, просто не вступая в контакт с вами. Что, я так понимаю, вы всячески распространяете эту информацию. Теперь, понятное дело, что... Они... главная угроза для них не от нас, а, повторюсь, от российской армии, которая стреляет куда попало и попадает, соответственно, если раньше гражданских украинских жителей, то теперь, значит, также под ударом и российские граждане. Ну, да. Понятно, что Блицкрик было бы идеальным вариантом. Быстро зашли, быстро победили, но, ну, наверное, все-таки реальность, она совершенно другая. Это один из эпизодов, то свидетелями, чего являемся мы, и непосредственным участником, чего являетесь вы и ваши собратья по оружию. Что можно... что должно произойти для того, чтобы вы сказали, что на данном этапе или цели этого этапа достигнуты? Мы будем действовать по оперативной обстановке, то есть есть план А, план Б, план С, в зависимости от того, как будет развиваться событие далее. Наш приоритет всегда – это, собственно, сохранение личного состава легионов, обратимов. Мы никогда не предпринимаем каких-то рискованных шагов, поэтому у нас, конечно, есть, к сожалению, тоже потери, но они значительные. Каждый такой случай – это большая трагедия, поэтому когда мы будем видеть, что ситуация складывается не в нашу пользу, что инициатива уходит из наших рук, значит, мы отступим. На данный момент инициатива по-прежнему в наших руках, в руках добровольческих формирований. Ну, посмотрим, сможет ли российская армия прийти в себя после пропущенного такого удара в первый день, в первом раунде, может быть, этого поединка. Но самое интересное, я уверен, еще впереди. Ну, конечно, если говорить вот этой терминологией, то после нокдауна часто следует нокаут. Алексей, а, кстати говоря, относительно пополнения рядов Легиона Свободы России, РДК, насколько активно происходит этот процесс, если, конечно, эту информацию можно озвучивать? Понимаете, мы очень сильно выросли даже по сравнению с предыдущими заходами в Белгородскую область в прошлом году. Легион растет количественно-качественно, РДК растет количественно-качественно, а вот Сибирский батальон, это вообще, они впервые идут в рейд на территорию Российской Федерации. Это вообще, по большому счету, самый крупный заход российских добровольцев на территорию России за весь период вот этой большой войны. И это говорит о том, что мы действительно выросли количественно, и мы способны решать более сложные военные задачи. Мы сегодня перешли на новый уровень сопротивления, силового сопротивления Путину. И, знаете, как степ-бай-степ, шаг за шагом, однажды мы сможем решать гораздо более серьезные задачи уже в Москве, не только в приграничных регионах. Да, желаем вам достичь поставленных целей в любом случае. А насколько хорошо удается координировать действия? Все-таки сразу есть три группировки, которые действуют сейчас на территории Российской Федерации. Ну, это нормальный процесс, понимаете. В любой военной операции, на любом участке фронта, как правило, взаимодействуют разные подразделения, разные батальоны, разные бригады даже. Тут нет ничего какого-то экстраординарного. Это нормальная военная работа, что руководство находится ВКонтакте, профильные какие-то подразделения ВКонтакте находятся, беспилотники, например. Наши взаимодействуют с беспилотчиками РДК, и сибирском батальон обмениваются информацией, подстрахуют друг друга. Это абсолютно нормальная военная работа, и мы показываем все три подразделения, высокий уровень слаженности и такой командной работы. Алексей, ну что, впереди ночь, далее завтрашний день. Хочется сказать, что мы уверены, что события, новости также будут. Желаем вам удачи. Надеюсь, что скоро снова увидимся и проанализируем ситуацию, которая будет развиваться. Успешной охоты. Успешной охоты. Этого хочется пожелать. Это раз и два. Напоминаем, что сейчас Легион Свободы России, РДК и Сибирский батальон находятся на территориях Белгородской и Курдской областей Российской Федерации. Вооруженная российская оппозиция освобождает Россию от путинского гнета. Спасибо большое. Алексей Барановский.